Проблема бездомных животных Приводит к убийствам животных Это отравление, это уже постреляли животных на территории Шевченко Это огнестрельные ранения животных, которые привели к смерти И вот этот уровень социального негодования, общая эта вся, клубок Он неразрешим без участия города в плане реализации программы Отлов, стерилизация, выпуск, естественную среду обитания На сегодняшний день это единственный экономически рациональный и законный способ регуляции численности животных Закон не предусматривает другие методы Когда есть скупчение собак на определенной территории Можно поговорить с волонтерами, которые находятся в других местах города И просто их в том числе перевести в другое место под контроль То есть рассредоточить Это практика, которая делается тоже в городах Отлов и усыпление животных запрещено законодателям, прямо запрещено Города, которые осуществляют стерилизацию с помощью структурных подразделений коммунальных предприятий И отдельными коммунальными предприятиями достигают успеха в этом То есть численность животных позволяет сокращаться Сначала стабилизироваться, а потом приводит к сокращению По естественным причинам и по причинам того, что люди забирают с коммунальных предприятий Или этих передержек для утрымания животных, которые вакцинированы, стерилизованы И даже социализированы И на охрану забирают, и в квартиры забирают К примеру, когда стерилизовали собак, они выявили у одной из собак, из молодых псов, такого овчаристого типа, склонность к дрессировке И вот они забрали одну собаку, собака эта будет и уже работает, она прошла обучение с детьми в детском реабилитационном центре Это просто вот наша шевченковская собака теперь лечит детей с ментальными проблемами К нам весной, в марте приезжали представители Международного благотворительного фонда австрийского происхождения То есть они за свой счет отлавливали, стерилизовали, вакцинировали животных И вот по их отчету видно в том числе и возраст животных, которые были отловлены Это возраст животных полтора-два года, то есть это животные, которые родились совсем недавно Если бы 2-3 года назад уже началась у нас планомерная эта работа по отлову и стерилизации, этих животных бы просто не было Да, существует у нас в Смеле проблема, то есть пополнение этой численности популяции происходит за счет рождения бездомных животных И за счет того, что жители окрестных сел свозят животных и выбрасывают просто мешками Но вот щенков, которые они свозят, волонтерам очень даже хорошо получается пристраивать То есть эти животные появляются резко в один день вот так вот или на каких-то остановках и так далее Волонтеры их забирают и пристраивают на бульваре по субботам То есть это получается, когда животные рождаются на территории города, когда их мамки где-то под заборами рожают и охраняют Это уже проблема, эти щенки вырастают, они чаще всего не всегда не социализированы и они пополняют численность проблем У нас, например, напротив городского совета я сейчас проходила, сидят 7 собак Я посмотрела, опыт есть, 5 из них имеют кровное родство, то есть они родились здесь Понимаете, они вот родились здесь за горсоветом в заброшенном здании Вот так вот происходит пополнение этой проблемы Предлагается создать структурный педроздел, который будет отлавливать животных Это позволит сократить численность животных на 60-70% В свою очередь работа с населением, когда работа будет разграничена, когда город как ледокол будет проходить и брать на себя ответственность и стерилизовать массово Волонтеры уже будут работать с населением, то есть будет оставаться время и пристраивать животных Таким образом произойдет, скажем так, разграничение обязанностей для разрешения основной цели, это сокращение бездомных животных Города, в которых реализуется программа, успешно сокращают численность и доводят ее до адекватного минимума, абсолютно социально нормального и безопасного У нас просто закон не разрешает усыплять животных и остается только или без конца вылавливать животных и помещать в приюты, которые просто будут расти с сумасшедшей скоростью А численность животных будет на территориях тоже расти, то есть это не приносит никакого результата Или бесконечный этот цикл стерилизации, отлов, выпуск и работа с населением, и соответственно, что позволяет сократить численность планомерно, численность бездомных животных на территории города Мы выделили земельную дилянку на коммунальность, 20 соток, так? Есть глобальная концепция, сейчас в рамках действующего законодательства, яке есть на сегодняшний момент Ниякое знищение тварин невозможно, это оборонено законом и так далее То есть единственный цивилизованный способ регулирования чисел популяции собак на территории города – это отлов, стерилизация, прививки и они выпускаются в природные средства Масса собак волонтеры намагаются распределить по людям То есть много людей тоже, собака стерилизована, привита, есть много собак, я не знаю статистику поводу, но, как меня называют волонтеры, это Анастасия может рассказать Сколько собак каждого года они пристраивают до людских помешек Поэтому эта работа, она единственный вариант на сегодняшний момент, и наша задача тут якийсь формат придумать У нас были варианты, або мы выделяли, в этом году было 150 тысяч выделено на стерилизацию и перетримку, стерилизация и прививки Цего, понятно, недостатньо для того, чтобы регулировать это вопрос Тому варианты, какие? Громадская организация запропоняла в коммунальном предприятии сделать подраздел 3-4 штатных одиночки, которые будут заниматься этим вопросом Другой вариант – это финансирование организации Давайте другие варианты в межах законодательства Пропрацювали за вопросом, с межим главой, есть определенные договоренности относительно на следующий бюджетный рейк, выделение денег Первое, по этой участке 20 соток, построение парка, вольеры, все другие Убедение финансирования, что до стерилизации, на 150 тысяч, значительно больше И одна штатная одиночка, доглядача, ну, в этой территории Это же будет утримание, правильно? Да, и утримание Такие договоренности, певные уже есть А харчувание? Туда входят